чрезмерность во всем плоха нельзя ставить религию превыше всего иначе возникнет возможность манипулирования и все будет зависеть от муфти и трактования ты воровал в детстве велики нет честно ни разу велик не воровал я покупал у меня был в детстве велосипед школьник назывался на меньше того минимального суммы тоже не отрубает там столько всего сейчас оказалось а я тебе написано вот и воровка отрубить рук на который читает и так так не работает это даже брат что хотел спросить кто такой герой гейдар джамаль что ты можешь сказать о нем с точки зрения ислама начал слушать его лекции интервью хотелось бы услышать твое мнение гейдар джамаль да помиловать его аллах был очень грамотным умным политологом наверное исламских знаниях он не был из ученым ислама и не стоит его слушать для того чтобы узнать ответы на какие-то интересующие вас вопросы религии вы не узнаете от гейдара джамаль а там как правильно поститься как молиться каково там положение каких-то моментов там исламе развода брака или разделение наследства там и так далее он он не является учеными ислама он не ответит вам на эти вопросы в его лекциях вы этого не найдете более того с точки зрения ислама он очень часто допускал серьезные ошибки причем мне кажется на мой взгляд ранний гейдар джамаль был явно на таких более шиитских убеждениях но концу своей жизни он их исправил я так думаю да помилуйте у вас и вышли ла у нас на нем хорошее мнение но тем не менее надо понимать что это он не ученый ислама и знания об исламе у него не берутся но у него можно взять очень много польз в отношении других каких-то наук политологии там еще чего-то в принципе он очень здравомыслящий грамотный и очень умный был человек поэтому ну без фанатизма как бы можно посмотреть послушать и взять определенную пользу из того что он говорил религиозность должна должна быть умеренно умеренной и непоказной чрезмерность во всем плоха нельзя ставить религию превыше всего иначе возникнет возможность манипулирования и все будет зависеть от муфти и трактования слушай вот до того момента где нельзя ставить религию превыше всего до этого момента я с тобой согласен то есть то что религиозность должна должна быть умеренной и непоказной чрезмерность во всем плоха я с тобой согласен это слова истины чрезмерность она губит и даже в вопросах религии чрезмерность она губительна но вот дальше что что религиозность не должна быть превыше всего, это неправильно. Религия, она должна быть превыше всего, так как религия – это твое руководство к жизни. Это вот как чайник создал Тефаль, и к этому чайнику руководство подкладывается, чтобы ты прочитал и знал, как его использовать. Вот так же тебя создал Всевышний Аллах, и тебе в качестве руководства Он вручил свою религию. И без нее ты не можешь жить, ты не придешь к успеху. Успехом является счастье в мире вечном. Чтобы достичь счастья в мире вечном, как вот скипятить в чайнике чай, в воду, ты должен прочитать руководство и понять, как его скипятить. Ну, это в случае, если бы мы не знали вообще, как увидели бы чайник впервые, я имею в виду. Мы бы прочитали руководство, поняли бы, где нажать, куда его засунуть. То же самое и здесь. А результатом, как бы, успехом является скипяченная вода. То здесь в жизни результатом, успехом является рай, вечная жизнь в раю. Поэтому, чтобы достичь вот этого рая, вечной жизни, счастья, как и в случае с чайником, достичь кипячения воды, нужно руководство. И поэтому это превыше всего, это очень важно. Чрезмерность при этом, она губительна. Не нужно чрезмерство. Тут я с тобой согласен. Тумсов, а ты обучаствовал в Зикрахе? Я думаю, что нет. Я не видел его в Зикрахе. Тумсов, в фильме «Штурм будет стоить дорого, начало нулевых годов». Показан Ермоловский геноцид, когда сжигали чеченские селения по нескольку раз. Как удалось выжить? Бег Агамалов. А мы очень живучи. Насколько не пытаются уже нас уничтожить. Откровенно. Не скрывая, говорят о том, что Чечня им нужна без чеченцев. Но не получается. Мы выживаем. Выживаем очень быстро, снова восстанавливаемся в численности. Дальше начинаем свое развитие, движение. Потом снова происходит геноцид. Опять нас откидывают на несколько десятилетий обратно. А мы снова восстанавливаемся. И в общем этот круговорот, он вот так вот уже на протяжении как минимум четырех веков он у нас идет. Владислав. Узнал о тебе совсем недавно. Начал интересоваться историей чеченцев войной в ЧАЭР и был в шоке. Оказывается, был под прессом пропаганды и толком не осведомлен. 99% русских не знают правды. Понимаю. Мы, собственно, и пытаемся эту пелену снять. Работаем над этим. Томсо, считаешь ли ты США самой безопасной на фоне остальных для того, чтобы мигрировать из Чечни? Ведь это самая недоступная страна для КРА, другой край света, у них санкции и так далее. Ну, это хорошая, наверное, страна для того, чтобы мигрировать в целях безопасности. И действительно, там людей им сложнее достать, так как это совершенно иной материк. США и Канада, наверное, да, в этом плане, они, ну, видятся более безопасными, на мой взгляд. Но туда сложно очень эмигрировать. Томсо, если Чечня делится от РФ, россияне этого не заметят. Но половина чеченцев живет в РФ. Имеют там бизнес, учебу, работу, они будут возражать. Почему они будут возражать? И почему это им должно мешать иметь там бизнес, работу и так далее? Все будет зависеть от того, как мы разойдемся, как мы договоримся. Возможно, у нас получится это сделать так, что эти люди продолжат далее свой бизнес, свою деятельность. Вопрос к нацикам. У чеченцев есть разделение на пророссийских, антироссийских, светских и религиозных. И все эти чеченцы заняты критикой и выявлением ошибок и преступлений друг друга. То есть чеченцы конкретно и публично говорят и критикуют самих себя и выявляют свои минусы. Есть ли такое у ингушей, дагестанцев и других кавказов? Но при этом все равно национализм у чеченцев... Ну что можно сказать? Вопросы справедливые. Вопросы справедливые. Я поэтому всегда говорю, да, мы, конечно, имеем проблемы. У нас есть там определенные товарищи, которые считают и транслируют идею какого-то нашего превосходства, что мы там какие-то прямые потомки от пророка Ноя, мир ему, а остальные они какие-то кривые потомки, только мы вот прямые, что языки все произошли от нашего и так далее. Есть у нас такие товарищи. Но это как бы единицы людей. И национализмом все-таки наше общество, именно чеченское общество, поражено меньше, чем другие общества Кавказа. Поэтому люди, когда со стороны пытаются нас как-то поправить в этом, в первую очередь, конечно, было бы правильнее у себя покопаться и справиться в них себя. Там полно работы. Очень много. Тумсо. Почему среди чеченцев много дерзких и четких сильных мачо? С чем это связано? С генетикой, с воспитанием или с чем-то еще? Ответь, пожалуйста, подробно. Четких сильных мачо. Наверное, это все-таки связано с воспитанием. Салам алейкум. Тумсо. Есть инфа про человека, который кинул Кадырова на бабки. Слышал, сумма огромная. Ваалейкум. Асалам. У меня инфы о нем нет. Я знаю вот только то, что Кадыров сказал. Там какие-то видео этого чувака видел. То, что он там где-то раздает эти деньги, там веселится. Ну, это интересно. Интересно, если реально чувак кинул ближайший круг Кадырова. Вот эта тема очень интересная. Тумсо. Ты так и не ответил мне на ты воровал в детстве велик? Нет, честно, ни разу велик не воровал. Я покупал, у меня был в детстве велосипед, школьник назывался. Проблемный велосипед. Помню, как я постоянно мучился с его втулкой. И постоянно отец приходил, чтобы мне помочь. А это очень плохо заканчивалось, когда отец мне почему-то помогал. Потому что выяснилось, что чего-то не хватает. Потом поднимались нервы. Летели в меня всякие ключи. В общем, этот велосипед у меня был очень проблемным. Саламу алейкум. Тумсо, почему ты говоришь, что шариатский суд невозможен? Вдруг твоя мечта сбудется, и Чечня станет самостоятельной. Вы откажетесь, что ли, от шариатского суда? Алейкум ассалам. Я так понимаю, это, по-моему, отсылка к вопросу о землях, наверное. Об этом идет речь. Невозможен, потому что сегодня это не представляется возможным. Именно сегодня это не представляется возможным. Да даже если, как ты говоришь, мы освободимся, и будет возможность провести шариатский суд, то нет самой темы для его проведения. Ты понимаешь, что не просто так проводится заседание шариатского суда. Оно проводится по факту какого-то инцидента. А самого инцидента нет. Должен произойти инцидент, и тогда должен пройти шариатский суд. Но вторая сторона в этом деле, я уверен, что на шариатский суд никогда не придет по этому вопросу, потому что ты же знаешь, как в шариате карается воровство очень-очень сурово. Аллах сказал в Коране, вор и воровка отрубите им руки. Каждому ли вору отрубают руку. Вот любой человек украл что-то, ему руку отрубают. Нет конечного слова. Так не бывает. Во-первых, должны быть шурупы, условия, чтобы отрубить руку. Он должен быть совершеннолетним, разумным, несумасшедшим. Потом условия, чтобы она это украли с места, где хранятся обычно такие вещи. То есть с сейфа, корову с сарая. Если корова неделя, месяцами где-то на полях в чужих огородах лазит и ее украли, ему руку не отрубай за это. Если ты в чужой сарай зашел, прямо оттуда стоил, развязал корову и украл, это уже другое. Другое там где-то она гуляет. То есть она должна быть там, где она обычно хранится. Если ты золото, оно у тебя валялось там где-то по полу, и он куда-то взял, ему это руку не отрубает. Но если он зашел, залез в дом, зашел в спальню, открыл шкатулку или сейф, и оттуда взял, тогда ему руку отрубает. То есть если это количество, то, что он украл, оно меньше того минимального суммы, тоже не отрубает. То есть там столько всего сейчас оказалось. Аяты написаны, вот и воровка, отрубите руку. Некоторые читают, и так не работает это. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok